добрый вечер коллеги как меня слышно поставьте плюсики пожалуйста поставьте плюсики слышно меня или нет коллеги добрый вечер меня слышно коллеги напишите пожалуйста чтобы я понимала слышно меня или нет слышно отлично спасибо елена но у нас сегодня не очень много но это не страшно я все равно проведу этот вебинар потому что спасибо тем кто сегодня присутствует и так наша тема сегодняшняя это как заработать фаберлик или где лежат деньги на самом деле мы сделаем сегодня с вами экскурс немножечко в прошлое потому что подобные обучающие вебинары у меня уже были и не только у меня но сегодня мы посмотрим это немножечко с другого ракурса и вспомним то что есть самое основное самое важное именно у нас компании и так двигаемся с вами дальше и будем разбирать очень важно понимать что фаберлик это не просто косметика это не просто потребление это не просто акции это еще и деньги и вот где лежат деньги мы сегодня с вами увидим возможно вы это уже знаете возможно вы это изучали но все-таки вспомним потому что я планирую провести серию вебинаров именно бизнес вебинаров и по продажам и по рекрутингу и вебинары по бизнес планированию и по бизнес действиям вот всем желаю чтобы у каждого был такой сейфик в котором лежали большое количество денег и в этом вам может помочь фаберлик давайте будем смотреть дальше следующий слайд и так давайте рассмотрим самые основные виды дохода которые есть фаберлик первое это экономия семейного бюджета мы очень часто раньше говорили просто экономия но я все-таки хочу обратить ваше внимание что когда вы пользуетесь продуктом компании фаберлик то вы не просто пользуетесь вы экономите свой бюджет потому что продукт в компании фаберлик качественный и он идет для всей семьи особенно сейчас если раньше только была косметика то сейчас ассортимент огромен вообще 15 линеек есть у нас и одежда и обувь и для маленьких деток и средства для дома и огромное огромное количество вообще громадное количество продуктов которые в принципе каждая семья покупает в простом магазине поэтому это качественный продукт для всей семьи по более низкой стоимости потому что те же самые продукты которые вы можете приобрести как консультант в компании фаберлик эта стоимость намного ниже чем вы подобные продукты будете покупать именно достойного такого же качества в магазинах если я очень часто вижу и слышу от многих людей что они просто ходят по магазинам и выбил выбирают что-то очень недорогое потому что недостаточный бюджет семье соответственно качество очень занижена в этой ситуации и многим приходится пользоваться дешево ну и в то же время не очень-то качественно иногда бывает что даже бывает покупаются какие-то вредоносные продукты например те же самые порошки которые вроде бы хорошо отстирывает но они вредят нашему здоровью для мытья посуды и многое другое поэтому смена привычного магазина на магазин фаберлик это и есть экономия то есть продукт тот же качество выше но стоимость намного ниже и экономия семейного бюджета это возможность уменьшения расходов сами вы понимаете что например наш концентрированный порошок хоть он и 800 грамм всего лишь но его хватает как на трех килограммовый порошок поэтому соответственно здесь получается какая ситуация уменьшение расхода именно семейного бюджета а еще когда экономия это происходит то есть возможность отложить вот эти лишние потраченные деньги которые тратились ранее а сейчас они экономятся их можно откладывать в принципе себе в копилочку для того чтобы купить что-то другое второе доход и экономия считаю что это доход потому что выделяя из семейного бюджета остатки можно скопить и купить что-то новое второе это быстрые деньги мы я мы их так называем быстрые деньги они получаются на продажах и это очень хороший момент многие его боятся и говорят я продавать не буду на самом деле вот следующие вебинары не на этой неделе а на следующей я буду рассказывать вообще что такое продажи чтобы люди перестали бояться продаж потому что все норм на самом деле очень гармонично и это не значит что нужно бегать сумкой и разносить продукцию и предлагать направо налево это немножко другой процесс более такой консультационный культурный и мы с вами будем в последующих обучающих вебинарах разговаривать о том как научиться продавать как научиться грамотно продавать как это делать комфортно как это делать с удовольствием и и благодаря и за это получать деньги так что же это быстрые деньги что это такое это моментальный заработок с продаж мы я их называю карманные деньги на мелочи если вы например продаете там несколько позиций всего лишь если у вас небольшое количество клиентов парочку-троечку людей то конечно же это будут карманные деньги ну даже эти карманные деньги вы можете вложить например на ту же самую косметику или на порошок который вы покупаете в компании faberlic если например вы будете просто откладывать эти деньги то вы можете купить там лишние конфеты или лишнюю например какие-то продукты питания можете вложить туда по первости когда я дело свои первые продажи они были у меня крошечные и они на самом деле были карманными но благодаря этим карманным деньгам я покупала в свою семью и сосиски и потому что тогда мы бы позволить их себе не могли и где-то шоколадки своим детям поэтому карманные деньги это тоже очень приятно получается они моментально недавно одной девушки консультанту я сказала говорю вот моментальные деньги она горит кэшбэк же я говорю хорошо в первом заказе начисляется кэшбэк а во втором заказе например первый заказ для клиентов начислился кэшбэк а во втором заказе этот кэшбэк списался и когда вы идете уже клиентам со второго заказа они однозначно отдают вам в ценах каталога соответственно кэшбэк который списался вы получаете денег больше соответственно с данной эту данную сумму эту разницу вы кладете себе в карман для того чтобы получать большие быстрые деньги рекомендую всем увеличивать процент кэшбэка эта разница между ценой каталога и ценой консультанта мы далее с вами рассмотрим как же это увидеть как где это определить это даже можно определить в своем личном кабинете понять какой у вас кэшбэк и если у вас предположим кэшбэк 15 процентов и вы новичок то вы можете его увеличить до 26 но об этом лучше обратиться к своим наставникам у нас сегодня тема не кэшбэка тема видов дохода то есть изменить свой кэшбэк на больше можно однозначно если у вас сейчас 20 процентов обратитесь к наставнику задайте в личку вопрос или смс очку напишите ему и ваш наставник обязательно вам объяснить как вы именно лично индивидуально можете повысить свой кэшбэк далее естественно получается если у вас кэшбэк выше то и разница с продаж у вас соответственно сразу же вырастает мы потом рассмотрим с вами примеры по этим пунктам быстрые деньги это регулярные осознанные консультационные продажи от 15 до 26 процентов это я вот говорю про кэшбэк также но когда вы делаете регулярно и осознанно продажи именно консультационные тогда ваш чек именно с продаж увеличивается очень серьезно тоже примером и рассмотрим позже быстрые деньги это накопление на крупные покупки регулярные семейные платежи тоже об этом поговорим потому что очень многие консультанты когда получают вот эту вот разницу кэшбэка раньше была скидка сейчас кэшбэка они в принципе и и обратно вкладывают заказы и не замечают в процессе сколько они на самом деле заработали а по сути по своей этот заработок они могли бы применить уже на покупку каких-то более крупных вещей я не говорю конечно же о машине но это например можно накопить и на посудомоечную машину можно копить на новый телевизор на новый холодильник можно накопить даже на элементарные вещи на новое пальто на новые сапоги то есть по сути можно накапливать если вы будете накапливать то об этом мы тоже с вами дальше поговорим то вы увидите что у вас деньги очень хорошо копятся и тогда конечно же можно появляется больше интереса на на то чтобы делать продажи третки и вид дохода это собственный бизнес это предпринимательская деятельность многие воспринимают сетевой маркетинг что бизнеса тут нет на самом деле если об этом думать так то конечно же бизнеса не будет если действительно признать себе что я хочу быть предпринимателем я хочу строить бизнес и к этому относиться очень серьезно то бизнес построить можно и даже абсолютно быстро вырасти главное просто определиться и двигаться дальше у нас будут дополнительные вебинары тематические конкретно как по построению бизнес это тоже у нас сейчас как вводный вебинар чтобы вы уже сейчас задумались о тех видах дохода которые вы к себе готовы применять чтобы вы понимали как вы дальше будете двигаться или вы станете супер продавцами или вы начнете строить серьезный бизнес вам нужно понять для себя и что же входит всерьез собственный бизнес это создание своей команды faberlic построение сети почему не говорим структуры потому что не все это понимают гораздо проще объясняя объяснение для самого лично и когда вы будете приглашать людей в свои команды вы можете говорить создание своей команды тогда это более понятно для тех людей которые в сетевой еще не окунались это как более понятно для тех людей которые живут социуме работают на предприятиях и соответственно для них построение структуры будет абсолютно непонятным говорите на их языке и тогда они легче будут вас понимать собственный бизнес это еще и рост по лестнице успеха это увеличение процента выплат от компании по маркетинг плану это также мы дальше посмотрим более подробно собственный бизнес это достижение квалификации от директора и выше и получение регулярного дохода от компании от 35 тысяч рублей я написала самую низкую планочку получения дохода со статуса директора бывает иногда еще меньше но это неправильно построение структуры а в среднем получается что где-то 35 40 тысяч каждые три недели получает директор чем выше квалификация чем больше структура тем больше естественный доход по сути по своей можно получать более миллиона руби рублей 1 2 миллионов рублей можно получать каждые три недели причем 18 раз в году если у нас в году 12 месяцев то здесь если умножить даже 35 тысяч на 18 раз вы увидите что ваш годовой доход будет гораздо выше чем у многих других потому что можно умножить на 18 раз и разделить на 12 месяцев и выпай получите средний средний такой вот доход ежемесячный я вам говорю про 3 3 недели то есть про каталожный период где-то это будет за две недели четвертое четвертый вид дохода это получение денежных бонусов достижения это и бонус материнства и бонус квалификационный и бонус директорские бонус быстрый старт и бонус стабильности их огромное множество и там на каждом этапе разные суммы это вы сможете изучить самостоятельно или посмотреть видео про по маркетинг плану и пятый вид дохода я его специально выделила это получение подарков от компании и от наставников по различным акциям это естественно подарки за рекрутинг это естественно подарки по стартовой программе как по первому шагу так и по всей стартовой программе это естественно подарки возвращаемся потому что по сути по своей вы не платите ничего за эти подарки это фабролик клуб точно так же это вы здесь ничего не оплачиваете или оплачиваете очень копеечные вообще какие-то небольшие суммы совсем крошечные а продукт стоит гораздо дороже вы его можете взять себе вы его можете вложить в подарки своим близким на какие-то мероприятия вы можете его продать и получить доход с этого я знаю многих продавцов коллег по фабролик которые используют фабролик клуб для заработка они делают личный объем хороший более 100 баллов регулярно потом они просто напросто накапливают эти бонусы берут продукты которые есть фабролик клубе и предлагают их клиентам своим и соответственно не вложив туда ни копейки они просто напросто зарабатывают эти деньги точно также подарки от наставников я здесь не оговариваю конкретные подарки по акциям потому что они где-то изменяются где-то они по-другому формируются простите где-то это идет в виде каких-то продуктов фабролик где-то идут а это денежные призы где-то где-то это розыгрыш лотереи многое другое и если вот посчитать все эти виды доходов то вам честно скажу что здесь будет более 20 видов доходов особенно если посчитать все подарки поэтому в компании фабролик огромное множество видов дохода и самых основных вот это 5 вот этих вот а уже более глубоко можно посмотреть по каждому виду дохода и давайте посмотрим теперь уже в картинках вы сможете использовать эти слайды для привлечения в свою команду это основной дополнительной доходы из чего же складывается доход консультанта выше квалификации директор не до директора выше директора это основной доход это вознаграждение от компании от 3 до 23 процентов объемная скидка простым консультантом до директора то есть консультантов в разных званиях до директора выплачивается это в первый же день каталога когда каталог начинается на личный счет и потом это списывается заказов это тоже ваши доходы когда вы отдаете заказы клиентам то вы соответственно эти деньги забираете уже кладете себе в отдельный кошелек или себе в карман когда вы уже достигаете звание директора то в данной ситуации вы заключаете договор с компанией открываете и п но это только я рекомендую открывать со звания директор тогда потому что у вас там нужно обязательно будет платить и пенсионный фонд обязательно необходимо будет платить и налоги но всего шесть процентов то есть это не так много но в любом случае это приходит уже на расчетный счет чуть попозже чем простым консультантом директорам приходит на расчетный счет где-то концу неделю в четверг или в пятницу о первой неделе каталога но в любом случае это точно регулярно четкой и без всяких задержек и так выплачивается это за товарооборот и работу за организацию товарооборота в команде и за работу с личной группой это платит компания и тут же директорские бонусы это основные доходы дополнительное вознаграждение это квалификационный бонус это был то есть он не регулярно выплачивается а вот вы достигли продержали условия и вы получили этот бонус единовременно это бонус стабильности который выплачивается каждые полгода это бонус развития это от бриллианта от бриллиантового директора и выше выплачивается это очень интересный бонус но об этом я говорила в вебинаре по маркетинг плану и если вы его не смотрели можете написать мне в личку хоть куда где вам удобно и я вам обязательно ссылочку на этот вебинар сброшу и это бонус материнства и это как раз вот для вас давайте посмотрим еще дополнительные картинки которые вы можете использовать в своей рекламе в своем продвижении и лично для себя это стабильно растущий доход созданное надежно до создание надежного доходного бизнеса что вы скажете о постоянном ежемесячном доходе более 40 тысяч рублей более 50 тысяч рублей за что фаберлик платит эти деньги за организацию товара оборота именно организацию за информирование о возможностях компании привлечения к сотрудничеству это то что делают все рекрутеры которые регистрируют людей это то что мы делаем ваши наставники и директора когда мы вам даю преподаем вебинары мы информируем вас о возможностях которыми вы можете воспользоваться чем больше мы вам рассказали интересного чем больше вы получили удовольствие с того что мы рассказали интересного тем больше поднимается товарооборот соответственно тем больше получаю получают наставники которые создали свои команды если у вас команды нету то тогда это может быть с личного объема потому что личный объем может быть более 100 баллов ну естественно это признание поощрение вот например поездки с драгоценного статуса со статуса золотого директора вот такие шикарные от компании я считаю что это тоже вид дохода потому что только наша поездка в которую я летала я попала в поездку в доминикану я там была за выполнение условий и в этой поездке эта поездка только стоила 218 тысяч на одного человека на меня представляете сколько подарила компания на 10 лет удовольствия вообще вот такие подобные мероприятия уже награждены награждение происходило тех кто действительно выполнил условия эти путешествия уже были и на острове шри-ланка в шестнадцатом году доминиканская республика в семнадцатом боли в восемнадцатом и вот в девятнадцатом году будет италия то есть компания возят не в очень дорогие места которые действительно очень дорогие не каждый может себе позволить но здесь есть еще один такой плюс что помимо того что вы едете отдыхать вы начинаете общаться с теми людьми вас поздравляют на сцене вас чествуют дарят подарки это вот действительно вот такой знаете как очень приятный момент когда вы стоите вас поздравляют и и благодарят за ваши заслуги и за вашу работу и и я тоже считаю что это один из видов дохода потому что на самом деле не каждый может себе позволить подобные путешествия и так напишите мне пожалуйста плюсики кого заинтересовали виды дохода компании фаберлик и поставьте мне пожалуйста восклицательные знаки кто сомневается что в принципе у них это может получиться плюсики поставьте чтобы я понимала кого заинтересовали ага леночка у нас заинтересовали а еще есть у нас люди я смотрю у нас добавилось количество людей очень хотела бы чтобы вы мне написали ага надежде а ну надежда ей заинтересовала но есть сомнение понятно надежда спасибо за откровенность алене ну заинтересовала благодарю смотрите мы сейчас с вами начинаем этот год этот путь с новыми силами с новыми достижениями с новыми желаниями поэтому мы с вами еще раз возьмем и рассмотрим то что нужно сделать в первую очередь и вот этот слайд особенно показателен для вас определите на что будете зарабатывать потому что если вы делаете действия но вы не знаете куда вы будете копить какая у вас есть мечта для чего вам нужны эти деньги то есть стимула нету то есть очень важно определиться какие суммы вам нужны именно что вы купите благодаря этим суммам будете ли вы путешествовать или может быть вы хотите сделать ремонт может быть вам нужна квартира возможно вы копите на дом на что-то крупное такое глобальное может быть вам самые элементарные вещи нужны предположим то чего у вас не хватает новый телевизор или новый холодильник мы же все разные у нас у каждого свои потребности может быть у сына или у дочери нет одежды на зиму они выросли нужно купить поэтому очень важно в первую очередь определить на что вы будете зарабатывать с компанией faberlic и давайте посмотрим как же можно заработать быстрые деньги начале рассмотрим вот этот вариант я поставил специально два слайда который называется накопи на свою мечту мечта может быть маленькой мечта может быть крупной мы с вами поговорим о реальных таких мечтах самых элементарных на которые можно накопить так что же надо делать чтобы зарабатывать на продажах вот эти быстрые деньги во первых планирование обязательно определите сколько вам нужно денег потому значит некоторый год чем больше тем лучше так не бывает холодильник стоит определенную стоимость сапоги стоит другую стоимость микроволновая печь стоит третью стоимость чайник стоит четвертую пальто стоит шестую и у каждой вещи есть своя цена у каждой поездки есть своя цена даже у здоровья есть своя цена например поехать на курорт тоже стоит как или в санатории какая-то сумма поэтому первое что вам нужно сделать это определить сколько вам нужно денег и на что определите в какие сроки они необходимы потому что здесь если что-то может подождать например и и в следующем году можно купить а что-то нужно прям вот срочно кризисно прям к лету или к весне что-то прям бегом бегом а может быть что-то к осени надо поэтому вот здесь вот очень важно определиться сроки для того чтобы грамотнее расписать этот заработок и грамотно считать накопили вы на эту мечту или нет третье заведите отдельный кошелек копилку она может быть абсолютно разная может быть вот такая свинюшка которая в руках у девушки может быть это будет копилка виде книги коплю на мечту может быть это будет такой кошелек который открывается всегда но вы не достаете оттуда денег вы четко копите на мечту кошелек копилка и с каждой продажи очень важно откладывать деньги заработанные туда здесь вы уже можете определить самостоятельно или вы будете откладывать например какую-то часть от заработка если если вам очень сильно не достает денег на жизнь тогда именно на мечту вы можете откладывать там какой-то процент я не буду говорить какой процент надо откладывать все будет зависеть от вашего заработка потому что если заработок большой то 10 процентов это очень много если заработок не очень высокий то 10 процентов это абсолютный мизер когда я копила на свои первые мечты на покупку холодильника ну вот на определенные вот такие вещи я откладывала в кошелек в начале где-то по 10 рублей были бумажные потом сейчас металлические есть потом я начала откладывать по 50 рублей потом я начала откладывать по 100 рублей потом я начала откладывать по 500 рублей потом уже стала откладывать по тысячи все зависит от того то какую сумму денег вы получаете на руки, потому что именно откладывать нужно от прибыли. То есть если вы вложили свои деньги семейного бюджета в заказ, пусть это ваш заказ или это заказ клиента, то вы должны обратно их изъять, потому что это деньги семейного бюджета. Вы оставляете только с прибыли, с той разницы, которую вы получаете именно между каталогом и между кэшбэком сейчас. Вот этот кэшбэк, который вам начисляется, вот это и есть прибыль ваша. И эту прибыль вы можете полностью положить в копилку свою или в кошелек, или вы можете часть какую-то. Это вы уже определите для себя самостоятельно. Планирование действий. Мы пока еще не начинаем действовать, потому что вначале нужно действительно прописать. Знаете как, когда мы хотим доехать, например, до соседнего города, который от вашего города проживания, то вы, наверное, выстраиваете как-то маршрут. Вы думаете, ага, до этого города можно доехать на машине, вот по этой дороге. Можно доехать на поезде, может быть, поезд там останавливается, то есть небольшое расстояние. Может быть, вы доедете на маршрутном такси каком-то. Может быть, вы доедете на автобусе. Но вы точно, однозначно выбираете для себя тот путь, по которому вы будете идти, чтобы попасть в тот город. Если вы хотите заработать на мечту, это тот же самый путь, который вам нужно вначале спланировать. То есть понять, куда вы идете. Итак, первое. Планирование действий. Определите свою разницу с продаж в процентах. Это очень важно, потому что у вас у всех разный процент кэшбэка. Вот эта разница с продаж. Ее нужно знать, чтобы понимать, чтобы планировать доход. А то вы запланируете доход, например, 5 тысяч, а кэшбэк у вас всего 15. И вы не вложитесь в сроки тех доходов, которые вам необходимы. Второе. Изучите, как увеличить процент кэшбэка с 15 до 26. Если вы не знаете, как изучить, обязательно обратитесь к наставникам или директорам своим. Они с удовольствием вам все объяснят. Прямо напишите. Они могут с вами созвониться. Я могу созвониться, если кому-то нужно объяснение. И я уже лично, индивидуально по вам. Мы сможем вам помочь, как вам двигаться и как вам увеличить ваш кэшбэк, чтобы процент был больше. Третье. Посчитайте, на какую сумму вам продать продукции для того, чтобы получить. То есть, исходя из той прибыли, которую вы получаете, сколько времени вам потребуется для того, чтобы, например, купить микроволновую печь или купить холодильник или телевизор. Дальше. Посчитайте, сколько вам необходимо клиентов для этих продаж. Потому что здесь будет играть огромную роль, сколько клиентов. Если вы всего лишь наработали 2-3 клиента, то они должны быть очень крупными. И они должны у вас делать крупные и дорогие заказы. Лучше, конечно же, чтобы клиентов было больше, как минимум 10. Но лучше, чтобы их было еще больше. Потому что некоторые клиенты в один каталог берут заказы, а в другой каталог не берут. И тогда у вас есть замена другими. И тогда вы получаете, в один каталог одни клиенты берут, в другой каталог берут другие клиенты. В третий каталог возвращаются первые. То есть, вы даете им возможность передохнуть. И у вас получается, что каждый каталог у вас денежные средства. Это раз. А второй момент. Это у вас регулярно копятся ваши деньги, вот эти быстрые, на вашу мечту. Я понимаю, что у некоторых есть такой момент, что они проживают в каких-то небольших городах, крошечных, или в деревеньках. Тогда здесь можно немножко другими способами работать. Но как именно искать клиентов, и вообще как работать с клиентами, это будут темы следующих вебинаров. Поэтому обязательно приходите. Я думаю, что вы будете довольны. И, может быть, узнаете много нового. То, чего вы не знали. Давайте рассмотрим примеры расчетов дохода по разным кэшбэкам. Я взяла усредненную сумму 6 тысяч рублей. Почему? Почему взяла 6? Сейчас объясню. Потому что, например, для новичка, который входит в фаберлик с 15% кэшбэк, ему необходимо сделать в первый каталог заказ на 6 тысяч рублей. И тогда уже в следующем каталоге он сразу получает 26%. И те люди, которые, например, на 26% вдруг по какой-то причине один каталог пропустили и не сделали заказы, то для того, чтобы восстановить свой кэшбэк 26%, этому человеку достаточно сделать заказ на 6 тысяч рублей. И тогда он возвращает кэшбэк 26% опять. Для тех, кто вошли в 20% кэшбэк, там немножко история другая. Там 6 тысячами не обойдешься. Там нужно 6 каталогов подряд делать от 1000 рублей заказы. И тогда уже на 7 каталог с момента начинания вхождения в кэшбэк вы уже получите 26%. И тогда условия 26% для вас точно так же будут. Поэтому я взяла эту сумму, чтобы не путать никого. 6 тысяч рублей. Если продать на 6 тысяч рублей, то доход для тех, у кого 15% кэшбэк, с 6 тысяч составит 900 рублей. И это 67,9 баллов. Это вот, смотрите, по сути здесь 6 тысяч рублей, но баллов больше, чем 50. Это вообще круто. То есть заработок поменьше, но зато баллы для участия в акциях от наставников. Это вот очень удобный вариант. Поэтому у вас здесь плюс баллы, которые вам дают возможность участия в акциях. Вариант номер 2. Те, у кого 20% кэшбэк, если вы продадите на 6 тысяч рублей по каталогу, то ваш доход составит 1200 рублей. Уже видите, на 300 рублей получается больше вы заработаете. Но объем баллов тут поменьше уже становится. 63,9 баллов. Ну, тоже очень хороший объем баллов, который позволяет вам участвовать в акциях наставников. Потому что мы, наставники, часто объявляем акции, сделай от 60 баллов, сделай от 110 баллов и получи подарок. Вариант номер 3. Те, у кого 26% кэшбэк. Если вы продадите на 6 тысяч рублей клиентам, то ваш доход составит 1550 рублей. То есть, смотрите, уже по отношению к 15% уже на 650 рублей больше. Но зато количество баллов поменьше 59,2. Но в любом случае, это тот объем, который позволит вам от 50 баллов зарабатывать объемную скидку от товарооборота компании. Поэтому здесь нужно действительно рассчитывать самостоятельно, исходя из своего кэшбэка. То есть, вот смотрите, предположим, вам нужно купить... Ну, вот сколько стоит приблизительно... Подскажите мне, может, кто-то подскажет. Сколько стоит микроволновая печь? Я, честно, не знаю, давно уже покупала. Знает кто-нибудь или нет? Или, например, напишите какой-нибудь пример чего-то. Ну, например, сапоги те же самые. Давайте рассмотрим сапоги. Хорошие сапоги стоят как минимум 5 тысяч рублей. Как минимум. Конечно, можно купить и дешевле, но они, честно скажу, они развалятся через сезон практически. Поэтому если исходить из того, чтобы купить, например, сапоги за 5 тысяч, и у вас всего 15% кэшбэк, то посчитайте, получается 5 тысяч разделить на 900 рублей. И тогда вы понимаете, сколько раз вам нужно продать на 6 тысяч, или сколько каталогов вам потребуется для того, чтобы заработать вот на эти сапожки. Поэтому здесь вы просто берете это как пример и уже рассчитываете. Но если, но все равно мы, как бы мы не хотели приблизительно сумму и разницу, как бы мы этого не хотели, все равно есть четкие цифры, есть четкая разница, и это есть в прайс-листе. Вам обязательно нужно скачать прайс-лист. Он находится там же, где каталоги, полистать каталог. Когда вы его скачаете, здесь очень мелко, конечно же, для вас, но в любом случае, если это увеличить, то можно посмотреть, что тут расписаны все суммы. И черная цена каталога, и следующая графа – это цена каталога в данном каталоге. Потом сколько процентов тут скидка от черной цены. И также по процентам и по баллам все расписано у вас. Поэтому берете, например, прайс-лист, можно, конечно, считать по накладным, но если, когда вы будете планировать, то очень важно скачать прайс, сделать свои расчеты по вашему кэшбэку, найти, где ваша графа, контролировать, что вы продаете и сколько зарабатываете, потому что здесь может колебаться, вот эта сумма на 6 тысяч, она может чуть-чуть колебаться. Поэтому зависит от того, что есть основная цена на основные продукты 75 стоимость балла, а есть цена, которая, ой, немножко не то говорю, есть цена, которая будет по вашим процентам кэшбэка, а есть фиксированная цена, и независимо от вашего процента кэшбэка будет все равно, например, 20%. Это одежда, колготки, обувь, она всегда 20%. И вот это нужно учитывать, потому что это входит в ваш накладную, и чтобы легче планировать свой заработок. И планируйте свой заработок. Честно скажу, что когда я занималась продажами, мне, скажу честно, не было, у меня не было еще пока роста, я не зарабатывала от компании объемные скидки, даже то, что зарабатывала, зарабатывала не очень много, поэтому в конечном итоге я планировала свои доходы. Я садилась, брала прайс-лист и выписывала продукты, которые я могу запросто продавать, которые, например, у меня были выкуплены в прошлом каталоге, которые я могу предложить, и конкретно планировала свой заработок. Потому что я шла к своей маленькой мечте для того, чтобы это купить. И когда вы определите эту мечту, и чтобы ее купить, вы уже будете более четко заниматься этими продажами. Ведь можно одному клиенту продать одну позицию, а можно продать комплексно. И именно на следующей неделе, во вторник, я буду давать тему по продажам, как делать консультационные продажи. Там мы с вами прям детально поговорим на эту тему. Как сделать так, чтобы ваши клиенты покупали комплексом, а не только одну-две позиции. Все ли здесь понятно? Если понятно, поставьте восклицательные знаки, и мы будем двигаться дальше. Я пока глоточек сделаю. Все ли понятно? Спасибо, Надежда. Ага, Елене тоже понятно. Вижу, что некоторые у нас смотрят, но почему-то молчат. Ага, Алене понятно, благодарю. Вот такую картинку шикарную нашла. Я думаю, что она особенно показательная. Как планировать свои действия, именно по продажам. Наталья, непонятно? Нет. Не, это что, непонятно? Не пойму, Наталья. Напишите мне, что вы имели в виду. Вот смотрите, как планировать свои действия по продажам и работать с клиентами, мы поговорим, я вам сказала. Ага. Непонятно? А что непонятно? Напишите. Мы будем говорить конкретно вот в следующий вторник по планированию действий. Как работать именно с клиентами, что делать, как их находить. Мы эту тему прям разберем. Да, надо прописать самой. Да, да, да. Все, поняла, Наташа. Откуда я взяла эти цифры? Поняла. Я просто не стала все вам расчеты выкладывать, потому что это было бы очень длительно. Ну, я прям сидела, выписывала, и прям в тетрадку расписывала, и все поняла, где, что и как. Итак, вот эта картинка просто очень показательна. Сейчас у многих, не у всех, конечно же, те, кто делает продажи, у них, конечно, есть количество клиентов. Но у многих именно вот столько клиентов. И многие говорят, где я буду их искать? У меня вообще денег нет, чтобы фаберлик заниматься. Для меня это звучит очень странно, потому что вообще-то фаберлик приходит для того, чтобы зарабатывать, для того, чтобы экономить для семьи, а не потому что у меня есть деньги или нету. А хотим как справок, конечно. То есть для меня непонятно, когда мне люди говорят, что это... У меня нет денег, чтобы заниматься фаберлик. Вот какой-то бред, честно. Я понимаю, что люди не понимают, что именно приходя в сетевую компанию и в компанию фаберлик, здесь можно зарабатывать. Зарабатывать как на жизнь, точно так же накопить на свою мечту и достичь высоких результатов. Только для этого нужно конкретные четкие действия. И я тоже мечтала длительное время, чтобы у меня была вот такая очередь, которая справа клиентов. В какое-то время у меня появилось такое... Ну, не такое, но, может быть, половина этой очереди однозначно было количество клиентов. Потом я их всех перевела в разряд консультантов своих. Это мои любимые клиенты в городе Миасе. Они сейчас консультанты, многие строят бизнес. Поэтому те клиенты, которые ко мне приходят, сейчас, в данный момент, я больше с ними работаю как с консультантами. Мне так проще. Но в начале пути, конечно же, нужно обязательно нарабатывать базу клиентскую. И об этом мы будем говорить на вебинарах. Давайте теперь рассмотрим другой вид дохода. Это бизнес с Фаберлик. Что же вообще такое MLM? Я вот прям несколько пунктов вам озвучу. Это отсутствие рисков, потому что на самом деле вы здесь ничего не теряете. Ничего абсолютно. Вы только единственное вкладываете время, вы вкладываете свои силы, вы вкладываете свои эмоции и свои желания. И иногда, конечно, мы расстраиваемся, что у нас что-то не получается. Но в любом случае рисков в MLM нет, а в Фаберлик тем более. Вы не выкупаете бизнес-пакеты, как в некоторых других компаниях. Вы не делаете каких-то таких дополнительных вложений, как в некоторых сетевых компаниях. Нужно вложить 30 тысяч, получишь там миллион, как говорят. На самом деле 30 тысяч вложил, и не миллионы, и не этих 30 тысяч. Здесь вообще отсутствуют риски. Второе. Небольшой стартовый капитал. Ну, подразумевается, какой небольшой стартовый капитал? Это когда вы, например, рекрутируете через рекламу или через какие-то проекты, и вы вкладываете деньги. Да, вроде бы это суммы приличные, но для создания бизнеса это не такой большой капитал. Это незначительный капитал, потому что люди, которые создают линейные бизнесы, там гораздо выше суммы. Там ого-го сколько нужно для того, чтобы его начать. Фаберлик этого не надо. Определенные деньги, конечно же, вкладываются. Не без этого. Даже наличные заказы, когда вы оформляете заказ, и пока вам клиенты не отдали деньги, вот ваш наличный капитал, который вы оплачиваете заказ. Потом, естественно, вы можете эти деньги не вкладывать обратно в бюджет семьи, а отложить в отдельный кошелек и регулярно просто им пользоваться для оплаты заказов. И тогда некоторые, вот у кого не было такой возможности, я предлагала, хорошо, ты пошла на продажи. Возьми сейчас, начни копить не на мечту, а первые прибыли накопи на оплату накладных своих. Пусть у тебя какая-то сумма постоянно крутится в оплате накладных. Оплатила, получила, отдала клиентам, все, хлоп, обратно переложила. Пока ты не накопишь определенную сумму, которую ты можешь не выдергивать из бюджета семьи, которая у тебя постоянно для того, чтобы оплачивать накладные регулярно. И не зависит от этого, ой, мама, катастрофа, где я возьму деньги, мне зарплату не дали. Ой, нужно закрывать каталог, боже правый, как же я предоплату оплачу. Мне еще клиенты не отдали деньги. Здесь тоже можно вот эти деньги накопить, вложить небольшую сумму, потому что она необходима. Третье, это обучение и наличие наставника. Это действительно преимущество MLM, что здесь есть обучение как от компании, так и от регионов, и точно так же от ваших наставников. И именно наставник, почему мы так называемся наставник? Это не значит, что мы вас не наставляем, мы вас направляем, мы вам показываем путь, куда вы можете идти, и как это лучше делать. Вы всегда можете задать нам вопросы, мы всегда вам ответим и поможем. Наставник – это привилегия MLM-компании, потому что бывают наставники на работе, но они не заинтересованы в вас. Они больше их поставили, и поэтому они вас наставляют. Ну, и шпеняют, конечно же. Сетевом – это немножко по-другому. Четвертое, можно создать как малый бизнес, это работа на себя, то есть небольшая команда, клиентская база. Вот вы зарабатываете те деньги, которые вы поставили себе потолком. То есть, например, вам этого достаточно, почему бы нет? Это дополнительный доход, который вы будете получать, плюс к своей работе. Почему бы нет? Или для самых амбициозных это большой бизнес, естественно. Это организация бизнес-процессов, это создание своей сети. Конечно, на первом этапе вы начинаете с малого бизнеса, работы на себя. И постепенно приобретая опыт, постепенно находя свои идеи, какие-то движения, свои какие-то фишки, которые приносят вам результат, оно перерастает уже в более крупный, большой бизнес. Но планировать желательно, конечно же, бизнес Фаберлик планировать большой. Если не получится, вы, по крайней мере, ничего не потеряете. А если получится, это знаете, как бывает, когда вот буквально недавно встретила свою знакомую, которая перепробовала огромное множество работ, которая перепробовала огромное множество сетевых компаний, куда только не ходила, как я называю, политическая проституция, туда-сюда бегала. Ну, она вообще очень порядочный человек. Ну, вот по поводу сетевых, она действительно, прям вот у нее это в роду, ходить туда-сюда, везде в гости. И вот мы недавно, мы долго с ней не виделись, тут встретились, она говорит, ну, что, как у тебя дела? Я говорю, да у меня нормально. А я-то у меня нормально, мне недостаточно того, что я зарабатываю, ну, для меня нормально. Она говорит, а что нормально? И я начинаю ей перечислять, в каких странах я была, какой ремонт я в четырехкомнатной квартире сделала, какую мебель я купила, какой ремонт я сделала у своей мамы, какую машину я купила, как я сдала на права, какую одежду я покупаю, то есть я начала перечислять ей какие-то вещи, которые для меня сейчас элементарные. А она говорит, подожди, а ты сейчас в каком статусе? Я говорю, да не в высоком, рубиновый директор, хочу больше. И она говорит, обалдеть, это пока я бегала туда-сюда, в одно место, в другое, на работе себя попробовала, здесь попробовала, тут мне не понравилось, тут мне не устроило, ты просто была в своем фаберлик, тупо работала, я говорю, да, я просто тупо работала, и потихонечку, потихонечку поднималась, 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 и поднялась вот до такого уровня. И вот на самом деле это так, потому что бизнес в MLM, это в начале терпения, это в начале инвестиции, инвестиции больше времени из своих ресурсов, чем денежный, денежные не такие высокие, и бизнес фаберлик, это время, терпение надо, потому что вообще сетевой бизнес, редко у кого получается, раз, два, и стал ты бриллиантом, нет, все равно на каждый этап необходимо два-три года для того, чтобы выстроить настолько грамотно свое движение, свои действия, настолько выработать ту систему, ту технологию, которая даст вам результат, именно вам результат, потому что я пробовала повторять многих других крупных лидеров, которых я знаю, но не получается у меня так, как делают они, я же разработала что-то свое, поэтому, когда вы наработаете что-то свое, вот тогда в начале вроде незаметно, а потом начинается резкий рывок, когда вы действительно начинаете применять что-то свое, и давайте двинемся немножко дальше, чтобы более подробно поговорить, что нужно сделать для того, чтобы именно начать бизнес фаберлик, первое, это самое важное, это построение структуры, это обязательно, бизнеса крупного не будет ни в одной MLM компании, и тем более фаберлик не будет, если вы не будете строить структуру, то есть не будете создавать свою команду, зовите всех с собой, говорите, пойдем с нами, пойдем со мной, я иду туда, зарабатывать деньги, не стесняйтесь говорить, что пока вы в начале пути, не стесняйтесь, потому что это естественность, вы говорите, я пока в начале пути, но у нас ого-го, крутые наставники, и очень крутая компания, у нас ого-го, много что есть такого, чего нет в других командах, поэтому пошли со мной, итак, для того, чтобы начать делать движение в сторону бизнеса фаберлик, необходимо обязательно планирование, от этого никуда не денешься, первое, определите самый высокий, статус для себя, то есть все равно, конечно, мы знаем, что у нашей лестницы успеха до генерального партнера, но все равно лучше ставить себе приоритетом какую-то квалификацию, которая для вас кажется неимоверной, например, на начальном пути для меня была неимоверная квалификация директора, потом мне казалось, что серебро, что это что-то запредельное, но в конечном итоге я поставила себе направляющие в сторону бриллианта, бриллианта, пока не сделала квалификацию, но сделала квалификацию рубина, и сейчас я понимаю, ага, если я запланировала себе бриллианта, а сделала рубина, значит, мне нужно запланировать старшего национального, тогда бриллианта Варианты я однозначно сделаю, элиты однозначно сделаю, то есть я ставлю себе более высокую планку движения, поэтому определите для себя тот высокий статус, который для вас кажется запредельным. Не берите планку генеральный партнер, это слишком высоко, вы можете запутаться в расчетах, как это сделать, и за короткий срок сделать генерального партнера, ну это не совсем реально, все равно для этого потребуется несколько лет, поэтому что-то на ближайшие 3-5 лет запланируйте себе какой-то высокий статус. Второе, определите время достижения, то есть сколько лет, 3 года вы поставите себе задачу или 5 лет, потому что 1 год это мало, я вам серьезно говорю, 1 год мало. Для кого-то получается за год вырасти и до серебра, и до золота, но когда человек очень быстро растет, есть вероятность очень быстрого падения, поэтому запланируйте себе пошагово, так вот планомерно и хорошо. Я вас уверяю, что даже если вы запланируете за 3 года, например, звание бриллианта, и вы начнете туда движение, то вы увидите, что даже на уровне серебра, золота, на уровне директора вы уже вздохнете полегче, вам уже будет жить намного интереснее, более красочно. Кошелечек ваш увеличится, придется заводить карты и не одну дебетовые, потому что ту сумму денег, которую вы начнете получать, в кошельке не наносишься, поэтому это вам я точно гарантирую. Поэтому определите количество лет, в которые вы будете просто упорно делать определенные действия, чтобы достичь своего вот этого, этой квалификации. Третье. Заведите отдельную тетрадь. Кто-то работает в интернете, мне удобнее в тетради, потому что я могу подчеркать, могу зачеркнуть, могу обвести маркером. Для меня удобнее большая тетрадь для планирования. И начните выстраивать стратегию движения. То есть вы можете один листочек, другой листочек перечеркать, расчеты там сделать. Все это будет у вас в одной тетрадке. Вы всегда можете вернуться к этой тетрадке, посмотреть, что-то взять оттуда, какие-то мысли там у вас возникали, а вы впоследствии о них забыли. Вы всегда можете вернуться, что-то переделать, что-то перечертить, создать новую стратегию, новые, более высокие звания. Но тетрадь для планирования, большая амбарная тетрадь должна быть. Причем большая, не маленькая, чтобы вы могли на одном листе, вот вы не видите меня, я тут руками машу, показываю вам, какая тетрадь должна быть. Большая такая, чтобы вы могли чертить и поперек развернуть, и прямо развернуть, чтобы вам было удобно. Можете два листа развернуть и там запланировать, таблицы какие-то создать. Ее можно использовать разными способами. Планирование действий для того, чтобы построение бизнеса. Я не говорю, что вы тут зависнете на полгода или на месяц с этими планированиями. В принципе, вот это планирование можно сделать за один день, если вы подготовлены. Если за один день не получается, вы можете два дня конкретно вложить вот в это планирование. То есть, знаете как, как в мультике говорят, лучше вначале подготовиться, напомните мне, как это там, а потом один день потренироваться, а потом, или как, несколько часов потренироваться, потом за один день долететь. Не могу вспомнить фразу, но она такая крутая просто, где говорят, ноги, ноги, крылья, крылья, хвост. Вот самое главное. Вот там, что действительно нужно потрудиться вначале для того, чтобы уже за один день долететь, чтобы уже потом, гоба, и взлететь. Ох, Надежда, вы нам на иностранном написали, перепишите, пожалуйста. Итак, планирование, Надежда пока нам пишет, я это, один день потерять, потом за час долететь. Во, спасибо, Елена. И спасибо Надежде, она, наверное, то же самое писала, просто другими буквами. Ну вот это вот точно, знаете как, если вот один день вы не вложите в это планирование, планирование, да-да-да, в это планирование, вот в это состояние окунуться, помечтать, представить, куда вы идете, сколько там денег, как это будет выстраиваться, что вам нужно, то вы тогда, вот это сделаете, и тогда вам будет гораздо проще уже потом двигаться дальше. Знаете как, вы выстроите дорогу, вы поедете на велосипеде, на машине, на поезде, или вы поедете на маршрутном такси до следующего города. Это то, о чем мы говорили в начале вебинара. Итак, планирование действий. Первое. Изучите маркетинг-план. Вам нужно обязательно посмотреть его, прочитать его, какие существуют проценты, на каком уровне, какие необходимы групповые объемы. Изучите доходы на каждом уровне роста. Почему я говорю, изучите, запомнить маркетинг-план в короткое время невозможно, но у вас он должен быть всегда под рукой, потому что, когда вы будете планировать свое движение, вы должны четко понимать, какой доход там, где деньги лежат на этом проценте, то есть какое количество денег вы, достигнув этого процента, получите. Поэтому изучите, подразумевается под рукой, всегда к нему обращайтесь. Были шикарные книги, книги маркетинг-план в продаже. Попробуйте, когда будете делать заказ, поискать, может быть, прям наберите брошюра, просто словом брошюра. Может быть, этот маркетинг-план еще остался, потому что маркетинг-план не изменился, и там очень грамотно и все четко расписано. И все проценты, и все бонусы, поэтому поизучайте его. Не заучивайте наизусть, просто пусть это будет вашей настольной книгой, когда вы будете планировать. Потом, вот, отлично, у вас есть, Лена. Те, кто не купил, попробуйте поискать. Если нет, попросите, в принципе, на сайте в личном кабинете есть маркетинг-планы, есть вот эти все бонусы, вы можете это посмотреть. Но лучше, конечно же, книгу, потому что там другие картинки, там другое объяснение. Там более углубленно все объяснено. Потом, впоследствии, чем выше вы по квалификации будете, конечно же, лучше запоминать бонусы. Потому что, когда вы будете предлагать именно проводить бизнес-встречи, у нас будут такие вебинары о проведении бизнес-встречи. Когда вы будете проводить бизнес-встречи, у вас в голове должны быть все эти цифры. По первости, вы только будете обращаться к маркетинг-плану, к этой книжечке, чтобы человеку показать, куда он может пойти. Когда вы будете приглашать именно конкретно в бизнес людей, вам нужно показать, куда он может пойти и что он может заработать. Даже если вы в данный момент не заработали такого количества денег, не надо бояться, потому что вы не заработали, а человек, который к вам придет, может вас просто-напросто сделать. Ну, в каком плане сделать? Конечно же, он будет поднимать ваше движение, вашу квалификацию, но он может стартануть намного быстрее, чем вы. Поэтому бояться этого не нужно. Нужно обязательно показывать каждому путь движения вверх и даже показывать больше, чем сделали вы. Тогда таких несколько человек, и вы сделаете свою квалификацию, о которой мечтали. Потому что, когда приходят к нам люди, которые пришли только пользоваться продуктом, их должно быть очень много. То есть большое, огромное количество людей, которые только пользуются продуктом. Только тогда вы можете чего-то достичь. Но квалификацию не факт, потому что нужны лидеры. И если вы лидеров не приглашаете в свои команды, то, естественно, в данной ситуации квалификацию у вас не получается. Но вы можете сделать большой групповой объем в звании старшего директора и получать высокий доход от компаний, именно объемную скидку. Там очень приличные деньги, там свыше 60 тысяч получается. Есть у нас старшие директора, старшие директора, которые получают и 150, и 200 тысяч. У них просто огромнейшая структура, большущая личная группа и ни одного директора. И они зарабатывают. Поэтому здесь много-много могут быть вариантов. Но все-таки лучше лидеров, потому что управлять такой огромной структурой очень сложно. Вас на 80, на 100 медвежат разорвет. Поэтому лучше, конечно, когда с вами в вашей структуре команда лидеров, которые с вами вместе идут рука об руку, тогда вам и легче, и интереснее, и комфортнее с этим. Итак, запланируйте по этому маркетинг-плану по периодам свой рост объема. Для кого-то это сложно, кто-то этим не занимался. Ну, хотя бы, знаете как, попробуйте расписать, например. Вот сейчас у нас начался второй каталог. Что по итогу второго каталога, какой объем групповой у вас вы можете сделать? Или к какому вы будете стремиться? Потом пишите третий каталог. Что в третьем каталоге, насколько вы прирастете? Что в четвертом, что в пятом? Это не значит, что вы именно это сделаете. Может быть, вы еще быстрее вырастите. А может быть, вы просто постепенно будете двигаться. Но вам нужно расписать до конца года, как минимум, на сколько вы будете прирастать каждый каталог. Только тогда у вас начнется движение. Если вы этого не делаете, то знаете как, каждый день похож на день сурка. Вы делаете одну и ту же работу, но у вас на каждый каталог прибавления объемов нет. Посчитайте, запланируйте. Четвертое. Посчитайте, сколько вам необходимо консультантов в команду. Но это очень легко посчитать. Это я, мы, я и Дарья, и многие лидеры говорят в общем. Даже элементарно, если мы берем, например, количество баллов, предположим, в среднем 10 баллов, в среднем, а вам необходимо сделать, например, тысячу баллов. Вот посчитайте мне, тысячу баллов разделить на 10 баллов. Сколько консультантов надо? Я это в общем просто говорю. Кто-то из консультантов у вас сделает 50 баллов. Кто-то вы сделаете 100, например. Кто-то вообще ничего не сделает. Кто-то сделает 30. Вот. То есть по сути, по своей, 100 консультантов по 10 баллов, вот вам 1000 баллов. Если вы, например, хотите сделать квалификацию директора 3000 баллов, и берем даже тупо по 10 баллов, которые по 10, вот если распределить на 100 консультантов по 10 баллов и посмотреть, кто работает, кто делает, а кто не делает, значит, кого-то, те, кто не делает, компенсировать теми, кто делает. То есть пусть они сделают побольше. Правильно, если взять, предположим, 300 консультантов по 10 баллов, то это получается 3000. Возможно, вам потребуется больше консультантов работающих. Но вот хотя бы усредненный такой вариант, вы просто можете приблизительно рассчитать, сколько у вас в структуре может быть. может быть, у вас больше будет консультантов, а может быть, количество будет меньше, потому что бывает так, что количество консультантов не очень много, но высокая средняя закупка, многие делают от 50 баллов и более, и, соответственно, получается, если даже мы посчитаем, если 100 консультантов сделали бы по 100 баллов, это уже не 1000, а 10 000 баллов. Или 300 консультантов сделали бы по 100 баллов, то это уже 30 000 баллов. Поэтому разные бывают формы, разные бывают схемы. Берем от малого и ориентируемся, сколько прописываем. И точно так же по периодам. Во втором каталоге у меня сейчас 0 консультантов. Соответственно, к концу каталога у меня должно появиться, например, 2 консультанта или там 5. К третьему каталогу мое количество новичков, мое количество команды увеличивается в 10 раз, например, 5 умножить на 5. А, 5 умножить на 2, получается 10. Или 5 умножить на 5. Вот посмотрите по себе, поприкидывайте, просто вот поприкидывайте, знаете, как дети, когда порешаете такие задачки, вы увидите, что где-то что-то не будет сходиться, где-то вы будете править. Вы знаете, это очень интересный процесс. У меня как-то, когда я начала планировать вот такое много-много лет назад, я прям, знаете, я аж прям не могла, мне так это было интересно. Причем тут же не чистая математика. Я же понимаю, что я для себя это планирую. Это же мои доходы. Я же планирую, сколько денег я буду откладывать на свою более крупную мечту. А тогда у меня была более крупная мечта это купить машину там и еще что-то. И я просто, это у меня аж слюни текли от удовольствия, потому что это было действительно интересно. Я не только в тетрадке планировала, я даже старые обои перевернула, вот эти плакаты и все это расписывала. Потому что я делала это для себя, а не потому что сказал наставник. Простите, я углоточек сделаю. То есть здесь вы планируете свои действия, свое движение вперед. Продумайте, каким способом вы будете строить структуру. Это те способы, о которых мы часто говорили. Это и солнышко в первую линию, это и, например, шесть лидеров, которые приводят по шесть лидеров, которые у нас на сайте. Это можно, например, сделать систему три лидера, которые каждый приводит по три лидера. Это уже подумайте сами. Возможно, вы будете строить структуру один под одного. Если вам так будет удобней, если я раньше категорически была против этого, то сейчас вам говорю, что в принципе главное, чтобы вы выросли, главное, чтобы вы начали зарабатывать. И схема один под одного тоже можно ее делать, но обязательно держать в голове и учитывать, что вначале мы растем в квалификациях, а потом развиваем обязательно боковой объем, то есть личную группу, для того, чтобы... И каждый из ваших лидеров должен обязательно это делать, для того, чтобы получать больше доход от компании. Это раз. А второй момент для того, чтобы появлялись новые директора в этой личной группе. То есть две ветки построили, пошли третью строить. Третью построили, пошли четвертую строить. Поэтому вот здесь подумайте, как вы будете выстраивать, и на какую позицию вы будете приглашать консультантов, и именно ваше будущее вместе с ними. Когда вы будете говорить, пойдем со мной. Шестое. Определите методы рекрутинга для своей работы. Завтра Дарья у нас будет давать тему список знакомых. Это вроде бы то же самое, что знаем мы все, но она проходит шикарнейшее обучение, на котором увидела другой взгляд на эту тему, и она говорит, насколько интересно, насколько круто можно действительно делать свой список знакомых, как работать с ним. Поэтому всем рекомендую завтра обязательно прийти, привести своих консультантов. Будет две темы по списку знакомых, которые она будет давать. А по поводу методов рекрутинга, после списка знакомых, это один из методов рекрутинга, впоследствии по средам я уже буду давать темы, какие существуют методы. То есть вот все, о чем я сейчас рассказываю, мы будем планомерно потом детально уже рассматривать различные методы. Но вы знаете, что у нас есть сайт, и там огромное количество материала, из которого вы можете взять, и очень много вы проходили обучения, поэтому в принципе о методах рекрутинга вы все знаете. Итак, спланируйте доходы от компании. Помимо своих действий, помимо того, сколько надо, куда пойду, сколько лет потребуется, нужно обязательно планировать свои доходы. Первое. С продаж. Обязательно планируйте доходы с продаж. Пока не достигнете высоких статусов, планируйте доходы с продаж. Завтра, ой, не завтра, а в следующий вторник поговорим обязательно о продажах, где брать клиентов, особенно тем людям, которые не могут, например, в своем городе приобрести клиентов, есть другие способы через интернет, поэтому завтра, ой, в следующий вторник рассмотрим эту технологию. С продаж на начальном этапе движения. Второе. От компании по процентам, по маркетинг-плану. То, что я вам говорила, загляните в маркетинг-план, там написано в среднем, сколько доход за месяц, и вы уже можете сориентироваться, или в каталог. Третье. Доход от достижения квалификации. Вы же, когда планируете, вы же планируете, например, квалификацию старшего директора. Даже за директора есть бонус квалификационный 55 тысяч, поэтому вы по периодам расписываете, когда он у вас будет, и вы уже понимаете, сколько вы будете получать там доход. Конечно же, может быть, он будет или больше, или меньше. Не бонус, а именно объемная скидка плюс бонус. Но в любом случае вы планируете для того, чтобы вам ориентироваться, куда вы двигаетесь, и что вы можете когда что купить. Четвертое. Доходы по бонусам. Определите, какие бонусы можете получать от достижений. Потому что кто-то у нас пришел только совсем недавно, и он включился в бонус быстрый старт, и он может спланировать бонус быстрый старт. Если что-то не получается, то обязательно обратиться к наставнику или к директору, или посмотреть наше видео, чтобы помочь именно спланировать бонус быстрый старт. Кто-то собирается родить ребеночка, соответственно, бегом-бегом нужно спланировать квалификацию как минимум полторы тысячи баллов, для того, чтобы получать бонус материнства. Все зависит от того, на какие бонусы вы можете претендовать в ближайшее время и потом впоследствии. Если я раньше претендовала на бонусы квалификационные и бонус стабильности, то теперь я понимаю, что при достижении звания бриллиантового директора я могу уже сейчас планировать бонус квалификационный, ой, бонус развития я уже могу планировать с конца этого года. Это будет очень круто. Поэтому обратите внимание, обязательно просмотрите это внимательно. Но рекрутинг обязательно должен быть, обязательно. Без него никаких достижений, никаких... Доходы будут очень низкие, если вы не будете рекрутировать. Если вы рекрутируете в один каталог одного-два человека, это не бизнес. Это так, ну, поразвлекаться. Ну, тогда не говорите, что у вас не получается что-то. Вот посмотрите, вот есть такие таблички, тоже вы их можете использовать, от покупателя до директора. Это те вознаграждения от компании за товарооборот в течение 18 каталогов. Это вот до директора 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 19%, 23% – это кандидат в директора, и 8 каталогов, как только вы делаете, то вы становитесь директором также 23%. Вот такие таблички, они могут быть у вас под рукой, если вы где-то путаетесь, потому что вы здесь можете очень легко ориентироваться, потому что здесь показаны обязательный личный объем от 50 баллов, иначе не будет выплат от компании обязательный групповой объем именно на этом проценте. Даже если ваш личный объем 100 баллов и у вас структуры нет, вы получаете от компании объемную скидку 3%. Если ваш личный объем 200 баллов, но у вас нет команды, вы получаете 6% от компании объемную скидку за свой личный объем 200 баллов. Есть такие, которые делают по 600 баллов, в нашей команде, к сожалению, сейчас пока таких нету, но были такие случаи неоднократно, я сама лично делала в свое время, в самом начале пути 600 баллов. Во-первых, посчитайте от 600 баллов, сколько я доход получала с продаж, это если вернуться, помните табличку я делала, там был, ну там 26%, даже если усредненное возьмем, 60, 600 баллов разделить даже в среднем на 60, это 10 раз, то есть помните, там было написано 1200 умножить на 10, то есть я зарабатывала 12 тысяч только с продаж, я только с продаж это имела, и работала с клиентами, и мне этого очень, очень хорошее подспорье было к моей зарплате, когда я была товароведом, кассиром крупного гастронома, то есть там я получала 12,15 и здесь 12, и в принципе это было очень круто, коллеги, вот, и еще плюс, за свои 600 баллов я получала процент, объемную скидку от компании, а почему бы нет, если у вас не получается рекрутировать, значит станьте супер продавцами, получайте доход моментальный, у нас в Челябинске есть девушка, девушка, которая делает личные объемы, каждый каталог свыше тысячи баллов лично, а еще она в звании директора, у нее 4000 баллов групповой объем, то есть 3000 делает ее команда, и 1000 лично она делает, у нее с продаж выходит где-то в среднем 30-40 тысяч, ну, я точно не скажу, потому что она тогда нам говорила эти цифры, и вместе с объемной скидкой, а, нет, Аманову, 50 тысяч она получает только с продаж, и плюс объемная скидка на уровне 4000, у нее там выходит где-то 1040-50, то есть она где-то сотню получает в звании просто директора, поэтому вы можете выбрать любой путь, но я вам точно говорю, если вы выберете путь продавцов, то это нужно регулярный, каждодневный труд, поэтому гораздо проще выстроить, конечно же, команду, структуру, управлять ею, помогать своей команде, направлять ее, выводить их, своих людей, лидеров на звание, и тогда вы, и они будут получать деньги, и вы будете получать в том числе. Давайте посмотрим следующий слайд, вот один из примеров роста предлагает компания, я, конечно, понимаю, что не каждый может его взять, а по сути по своей посчитать, а почему бы и нет. Если рассчитать вот эти три шага к успеху, вот просто их рассчитать, первый шаг это вы как новичок, или только вот сейчас вы запускаете, потом вы идете на 9% лидерства, это доход от 5000 рублей, группа 10-20 человек, 1-3 периода где-то это, некоторые за один период это делают, кто-то умудряется за три периода, но в любом случае это возможно. Второй шаг к успеху, второй шаг к успеху, это 15% вице-директор, доход от 10 тысяч рублей где-то, это без продаж я имею в виду, только объемная скидка, группа где-то 100-150 человек, но это где-то 5-6 периодов. Если вы действительно уже находитесь в компании давно и пока не достигли этого звания, значит посмотрите на свою структуру, сколько у вас человек и сколько обновляется людей каждый каталог, насколько вы приводите количество людей каждый каталог, и насколько вы работаете со своими людьми именно на лидерскую постановку целей, на достижения, именно чтобы ваши лидеры достигали. 23% это директор, доход от 30 тысяч, ну все-таки больше от 35 получается. Группа где-то 300-350 человек, это 8-12 периодов. В принципе, даже медленно двигаясь и расписывая это по каталогам, вы можете действительно достичь звания директора. Вам только нужно сейчас для себя определить, что вы не делаете, что вы делали, но забросили, сказали, это не помогает, это не подходит. Ну и третий момент, просто даже, может быть, не вспоминая, что вы делали или не делали, взять и начать это делать заново. И однозначно, если вы распишите, вот, например, на 12 периодов на год, как минимум звания директора, то однозначно, двигаясь по этому пути, этих три шага успеха можно достичь обязательно. И уже действительно окупаться в лаврах и получать удовольствие и от доходов это всего. Благо, есть помощь от компании, причем огромная. Сейчас в этом году будет очень много нового, что добавится. Мы прям ждем с нетерпением. Ну и точно так же есть помощь, конечно же, от команды. Мы специально запустили нашу вот систему нового обучения вебинаров. Каждый вторник все по бизнесу, где будет и о продажах, и о планировании, и о работе с отчетами, и многое-многое другое. Каждую среду это все о рекрутинге, о разных методах, о разных таблицах, о разных технологиях по рекрутингу. Это будет в среду. Где-то будет перемешиваться там по рекрутингу не так много тем, поэтому будут включаться там темы по бизнесу, по средам еще дополнительные. И каждый четверг у нас темы по продукту. И, кстати, те, кто находится сейчас на вебинаре, мы бросаем клич на тему по продукту. У нас уже несколько человек заявились, сказали, что хотят провести тему по продукту, им есть чем поделиться. Мы будем очень счастливы, если вы нам поможете, потому что, во-первых, помогая нам, вы проявляетесь самостоятельно, как лидеры, и вы, естественно, можете действительно помочь другим людям и рассказать о том, что знаете вы. От компании какая поддержка и помощь? Это программы, всевозможные акции. И они будут видоизменяться и дополняться. Это, конечно же, отчеты и актуальная информация. Те отчеты, которые предоставляет нам компания, там чего только нет. Сегодня я, кстати, сбрасывала вам видео по работе с отчетами в Excel. Это давала тему «Рубиновый директор». Шикарнейшая тема, очень грамотно, очень четко. Обязательно просмотрите это видео, если вы пропустили. Это видео есть у вас в сообществе, в личном кабинете. Вы эту ссылочку можете найти в электронной почте, где там дублем пришло. И также в наших чатах и в нашей группе. Посмотрите, обязательно просмотрите это видео, прямо его изучите. Потому что работать грамотно с отчетами можно очень многое сразу преуспеть в своем бизнесе. Это автоматизированный бизнес, потому что вам не нужно задумываться о том, как создавать, как открывать пункты выдачи. Все это сделала компания, и лидеры крупные. Как создавать сайты. Очень много автоматизации для вашей работы. Делай не хочу. Сделала компания, еще будет продолжать делать. Поэтому используйте весь ресурс, который предоставляет компания, который предоставляет наша команда. И еще преимущество, это различные мероприятия от компании, как местного масштаба, как регионального масштаба, точно так же и от компании, например, поездка в Москву на день рождения. Запланируйте эту поездку обязательно в Москву на день рождения компании. Обязательно уже сейчас начните откладывать деньги на покупку билетов, потому что все равно ограниченное количество людей туда пустят. И благо, что сейчас разрешают консультантам поехать туда, и вы можете увидеть воочию то, что испытываем мы, директора. Вы можете увидеть, насколько это очень круто, насколько это красиво, насколько это наполнено. И мы с вами там все вместе встретимся, обнимемся, поцелуемся, обменяемся рукопожатиями и объятиями, и можем даже вместе погулять по Москве, и можем даже отдельно снять какой-то отель или какую-то квартиру, где мы будем все вместе жить. Наобщаемся, наговоримся, и это будет очень круто. Поэтому подумайте об этом, и уже запланируйте, и уже начинайте сейчас решать, поедете вы в Москву на день рождения компании в сентябре или нет. Если да, то планируйте уже сейчас, чтобы не было потом учить на больно, что вот кто-то поехал, а кто-то нет. Это академия, и, естественно, поездки, это драгоценные мероприятия от компании. Академия Фаберлик, онлайн обучение, шикарный инструмент, который есть, предоставлен каждому в обучающей программе внутри личного кабинета. Образовательные программы от Фаберлик, вот сейчас ПРО, возможно, будет какая-то еще программа, планируется, сейчас программа ПРО доведется до результата, может быть, что-то создастся новое. Ну и, естественно, образовательные программы от нас, от наставников для нашей команды. Поэтому преимуществ много, как в доходах, так и в полномочи. Самое главное, это перестать сомневаться. Помните, я вам в самом начале задала вопросы, кто хочет и кто сомневается. По себе знаю точно, что сомнения, вот картинку нашла прям точно, потому что сама это испытывала, сама это чувствовала. Сомнения всегда, вот могу не тире поставить, а всегда мешают человеку стать счастливым и богатым, потому что кто-то боится родить ребенка, и чаще всего многие такие люди оттягивают, оттягивают, и потом остаются одними, без детей. И таких случаев огромное множество. Кто-то боится купить квартиру, взять ипотеку или еще что-то, и так и мыкаются до глубокой старости на съемных квартирах. Кто-то боится там научиться плавать и не умеет плавать до сих пор. Любое, что возьмите, если есть сомнения, то до конца полностью счастливым и богатым сложно быть, потому что счастливы и богаты те люди, которые просто-напросто делают по-другому. Они тоже сомневаются, они тоже не всегда. Вера прям вот четко стоит на пути. Бывают вот эти вот колебания, когда хочется вообще сказать, да и не пошло бы оно, да не буду я. Я вам говорю те фразы, которые говорит каждый человек. Но вот как только человек осознает стоп, он себе говорит стоп сомнением, стоп, и начинает планировать свою мечту, мечтать о чем-то великом. Вот сейчас идет передача по телевидению. Я нашла такой канал, который я просто с открытым ртом на это смотрю. Если раньше кто-то говорил, хочу дом, ну, дом и дом. Ну, хорошо, что хотят дом. Я как-то, ну, я, может быть, писала, хочу дом, но это было как-то так утрировано. А тут передача, где не Бобер, а другая, американская, английская, я не знаю канал, не помню его, на этом канале показывают, какие дома существуют, как они обставлены, какого они размера, сколько этажей, где они находятся, у моря или у океана, какой ландшафтный дизайн, как, например, там ничего нету, а какой делают, как переделывают заброшенные дома. О, боже правый, я не могу, я вот, у меня аж руки дрожат, потому что каждый вечер, поздно вечером, когда я уже ложусь отдыхать, и это, нет, ну, дом твоей мечты можно загадать, но передача по-другому называется, она называется как-то на английском, лайф, вот не скажу, я обязательно найду эту передачу и вам сброшу в чатах, но суть в том, что вечером, когда я, как говорится, отхожу ко сну, когда я уже легла в постель и собираюсь уснуть, в это время начинается, в этой передаче, именно, как обустраиваются дома, вы не поверите, когда я начала смотреть, какие дома существуют, у меня такая сейчас громадная мечта и желание, дом моей мечты, вот, я уж прям не могу, потому что машина есть, квартира есть, но хочу дом, именно вот такой дом, большой дом, я уже представляю, как мои дети с внуками, с большим количеством, с женами, приезжают ко мне в этот дом, гвардия носится, где я, маленьких моих внучат, как это волшебно, для меня всегда понятие дом, немножко было что-то стороннее, может быть, я представляла этот дом в своем городе, а теперь я понимаю, где я хочу дом, и какой хочу дом, и я с каждым разом, я все больше и больше в эту мечту прям окунаюсь, поэтому запланируйте свою мечту, ту, которую вы хотите, и перестаньте сомневаться, поверьте в свои силы и начните действовать, потому что на мечту можно накопить, если эта мечта очень дорогая, то зарабатывать на эту мечту, чтобы заработать и сразу купить, сложно, но накопить на свою очень крупную мечту однозначно можно, только этого нужно захотеть, и компания Фаберлик предоставляет эту возможность всем и каждому, например, Олег и Светлана Заварухины всегда мечтали купить себе дом, и сейчас они не просто купили дом, они строят этот дом, огромный, это дом, 360 или 400 квадратов у них, это только, знаете как, по низу, то есть по днищу, которая, 360 или 400 квадратов, по днищу, а там еще будет три этажа, это шикарнейший будет дом, который, о котором они мечтали в самом начале пути, когда они пришли в Фаберлик, когда Светлана Заварухина была просто библиотекарем, а Олег Заварухин, это ваши вышестоящие наставники, был просто администратором магазина, и жили они в Казахстане, в маленькой деревеньке, держали свинюшек, курочек, и мечтали о большом, крупном доме в лесу, и сейчас у них все это есть, поэтому знаете как, бойтесь сбыточки мечт, потому что мечты имеют свойство сбываться, а теперь на этом все, завтра всех вас ждем на вебинаре, который будет проводить Дарья Титова, он шикарный, на него действительно нужно прийти, и обязательно посидите, подумайте, покумекайте, и вот эти слайды, обязательно о них помыслите, то, на что я вас сегодня возможно натолкнула или напомнила, что какие возможности у нас есть в компании Фаберлик. Спасибо вам за то, что вы были вместе со мной.